сегодня мои подружки которые рядом сидит исполнилось 95 лет поздравили тебя с утра уже путин артисты московские звонили поздравляли подарили подарки и мы сейчас пойдем немножечко отметим но перед этим наши друзья подписчики бабушкины друзья мои друзья задали несколько вопросов им очень интересно с высоты твоих прожитых лет как ты думаешь по тому или иному поводу так что интервьюшечка ok поехали во первых кто тебя сегодня поздравлял меня сегодня поздравлял поздравляли все друзья мои подруги дети но началось с кого все дочки да и соседи я очень довольная и меня поздравил путин получила я подарки подарки от путина и подарок подарки поздравления я очень довольна я дожила до таких лет ведь не все могут так прожить до таких лет а я до 95 прожила лет очень счастливая жизнь жизнь была всякая я войну все же войну пережила и после войны были трудные годы но все перед все это все уже позади сейчас я же и жила после войны я работала работала о чем занималась я за я работала это счет доброволь работником бухгалтерии бухгалтером работала потом я вот так что у меня все было нормально хорошо вот ну у меня две дочки трое внуков все они заботятся во мне приезжают в гости навещают я у всех люблю и вот такая у меня жизнь я счастливая прожила я считаю что у меня прожила очень счастливую свою 95-летнюю годовщина дожила а скажи пожалуйста работа любимая была работа любимая работа я была довольная работа была в начале было трудно привыкать а потом все было хорошо и всю жизнь работала до пенсии доработала троих троих внучат воспитала помогала им детям своим воспитанием все дети работали и вот так что все у меня было хорошо а ты со скольки лет работала со скольки лет ты работала я ушла на пенсию после как заработала пенсию и ушла поработала я еще там работаю после пенсии еще я долго а начала во сколько начала я как я начала работу с войну не было тогда 16 лет не но не принимали на работу а так и меня по блату по блату меня приняли на завод из прибор но я там проработала а потом завода уже ушла завода ушла очень трудно было работать в ночные смены и так что я тогда поработал три года поработала из завода ушла и потом уже занималась своей своей бухгалтерией а война сложные годы войну сложно было что там такое да ну про военное время расскажи вот когда-то работала какое война когда было сложно сложно было сложно было очень даже сложно было работать ну расскажи о войну военное время военное время очень трудно было Работала на заводе по 12 часов, хотя и там недолго, 3 года поработала, но очень было трудно. Работали мы с 7 часов утра до 7, первая смена, вторая смена в 7 вечера до 7 утра. На обед давали нам в столовую, раньше тарелки были такие, фрессованные какие-то из алюминия, что ли, галушек, считали, наложат в тарелку, считали у кого сколько эти галушки из ржаной муки месили. И вот такой обед был. В общем, в войну трудно очень было. А потом я вот уже ушла и решила поучиться, училась на счетного работника в техникуме. И вот потом училась, работала. Потом дети у детей пошли, внук, и я решила уволиться с работы уже, стала отдыхать. Какие, помнишь, самые яркие, счастливые моменты в жизни? Что это для тебя? Ну, я как и помню, когда я была замужем, мы ездили, тогда же тут, ездили мы на пароходе отдыхать до города Астрахани. Жили тогда в городе Ульяновске. И вот мы, у меня уже была дочка одна была, и мы все втроем ездили на пароходе туда и обратно. Вот это очень, я запомнился этот момент. Потом ездили в санаторию отдыхать тоже нормально. Муж хороший был, военный был муж у меня. И прожила с ним, правда, недолго, 41 год. Он заболел, и ему 65 лет было, и он умер. А сейчас я живу с дочкой, вот, и живу, и нормально чувствую себя. Хожу гулять, вот, нормально. Сейчас живите все долго, я желаю всем живить долго, не сердиться, и по-честному жить, чтобы люди жили честно, по-честному, и не лежали друг к другу. Бабушка, а что нужно говорить внукам, правнукам своим? А я своим правнукам и внукам... А у тебя правнуков-то нет. А, да, да. А я своим детям и внукам всегда говорила, когда вы пойдете на работу, работать нужно по-честному. Не надо гнаться за большими деньгами, а жить честно и дружно, и всегда быть честным, порядочным человеком, культурным, интеллигентным. Думаешь, большие деньги – это, значит, нечестные люди? А за большими деньгами не надо гнаться. Большие деньги сейчас людей только портят. Они все, ну как, не знаю, потому что они не знают, куда идевать. Раньше жили, никаких миллионов не было, и жили дружно, весело, и все было хорошо. Вот такая фраза есть – в 45 лет жизнь только начинается. В 45. Ну, до 45, в 45, я думаю, что в 45 лет. Ну, как по-всякому бывает, ну, с 40, с 40, у кого с 40, у кого с 45, это уже начинается настоящая и порядочная жизнь. Вот я только желаю всем людям, всем по-честному жить. Деньги, сколько вы деньги не брали, они... Вот люди берут, деньги больше все равно людей, их находят, таких мошенников. Надо жить дружно, лучше жить долго, и никто тебя не дрожать, что вдруг да придут, тебя заберут. Ой, да больно. Да все хорошо. Спрашивают, знаешь, про оптимизм, откуда ты черпаешь оптимизм? Как это? Оптимизм. Откуда ты берешь, откуда у тебя хорошее настроение, ты всегда веселая, улыбчивая? Я веселая женщина. А почему? Ну, я жизнью, радуюсь жизнью. У меня все, у меня хорошо в жизни. И надо будет, не надо ругаться, не надо обижать друг друга, и все будет хорошо. Я всю жизнь прожила, ни с кем не ругалась. Все жила со всеми соседями, меня все уважают. Круто. И прям сам Путин тебя поздравил. А? Ну, Путин поздравил тебя. Путин поздравил тебя. Письма пришли сегодня, я видела. От Путина, от Путина. Пришли поздравления. А, меня сегодня поздравил с утра уже. Принесли от Путина подарок. Это открытка, от Путина подписал. И подарок. И подарок. А еще кто-нибудь поздравлял тебя? Еще кто-то поздравил? Или, я не знаю, там, может быть, придут еще, поздравят, нет? А меня уже и соседи поздравили, все дети, все внуки, все в семье поздравили. И все мои знакомые, я не успеваю ложить трубку, все идут, только одни поздравления. Ничего себе. Круто. Живите, люди, все дружно, и все будет у вас и здоровья, и благополучия. Ну что тогда, пойдемте отмечать уже? Пойдемте отмечать день рождения? А, мы уже отмечаем. У меня приехали внучки, одна из Сочи, одна из Москвы. Дочка приехала из Ульяновска. Я живу здесь в Кирове с дочкой. И внук приехал из Ленинграда. И все-все-все меня приехали поздравлять. И как же вы меня не радоваться, когда у меня все-таки дети хорошие и внуки хорошие. И зять хороший. Да? Класс. С днем рождения! Ну, поздравляем! Кожнюшенька! Я обалдела! Вот как меня поздравляет. Это меня внук поздравил. От всех. Это цветы и дочеки, и внуки. Считай, бабушка, сколько тут цветочков, считай. Ну, наверное, до 95, наверное. Наверное, 95 цветов. Вот. Таких раз и поздравляю, таких бабушек. Это таких... У меня только такие дети, внуки, вот такие. А такие деньги не каждый. Не каждый. Ах, вы нечестные! Вы много зарабатываете, нечестные вы люди, стыдно. Я не кушаю, я все сфотографирую. Давайте. Идите, давайте, скорее сюда все. А вот у меня все... Все наши тут. Так, ну давайте, фотографируемся, да? Вот такие у меня дети и внуки.